Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Всем шалом, хеллоу, бонжур. И мы продолжаем изучать законы речи, береги свою речь. Законы Торы в разделе законы речи. И повелевающие заповеди Торы, то есть заповеди повелевающие и запрещающие. Повелевающие заповеди мы изучаем после того, как разберемся, как не нарушать. Потому что вначале идет сур мира, отодвинуться от зла, а потом делать добро. Все-таки зло, оно более, знаете как, вот например, если у человека есть выбор, он ест, здесь он изучает, как есть здоровую еду, а здесь он изучает, как не отравиться, как не есть яд. Так понятное дело, что не есть яд важнее. То есть не есть ядовитую еду важнее, от ядовитой еды можно умереть. А есть полезную еду, это классно, она дает сил больше, она дает, ну есть еда такая нормальная. Понятно, да? Значит, поэтому вначале мы изучаем законы речи. Значит, чего нельзя делать. И мы сейчас изучаем такими, Зелек Плистин, когда я эту книгу создавал, он вначале описал разные ситуации, а сейчас он пишет такие более глобальные моменты на уровне убеждений. Потому что человеком в поведении руководит набор убеждений вначале, а потом он уже делает действия. То есть как идет вначале? Вначале мысль. Человек принимает решение. Как мне сделать? Как поступить? Его мысль, вот этот выбор, он складывается из каких-то идей, в которые он верит, да? Эти идеи называются убеждения. Вот человек в чем-то убежден. Один верит, что, например, вот возьмем про еду. Один верит, что полезно с утра есть овсянку, гречку и там рисовую кашу. Значит, и вот он тогда выбирает, что же мне с утра съесть, овсянку, гречку или рисовую кашу. А второй верит, что неважно, что ты ешь утром, главное побыстрее. Поэтому у него выбор пошире, но он выбирает, что быстрее. Для него критерии, что быстрее. То есть выбор человека, он базируется на убеждениях, в которые он верит. И то же самое, что на раз, злоязычие. Когда человек решает сказать ему что-то или не сказать, или присутствовать при разговоре или не присутствовать, то у него должны быть убеждения. А когда вот он убежден в чем-то, тогда он уже задает себе вопрос, как это сделать, как реализовать свое убеждение. И он начинает действовать. Понятно, да? Мы сейчас находимся в разделе книги, которая говорит о убеждениях про злоязычие. И вот говорит нам Равзелик Плистин в книге «Береди свою речь» следующее. Он задает вопрос. Он говорит, кто хочет сократить свою жизнь? Он говорит, ну вот кто хочет? Посмотрим вокруг. Ну, есть люди-самоубийцы, да. В мире в год заканчивается самоубийством около, по-моему, полтора миллиона человек. То есть немало, на 7 миллиардов. Но если взять общее число тех, кто умирает за год в мире, да, а сколько человек за год в мире умирает, можно узнать точно. У меня в телефоне есть сайт «Статистика ООН». Но мы можем приблизительно взять 8 миллиардов человек. Значит, 100 миллионов человек примерно... Сейчас, если 8 миллиардов человек средняя продолжительность жизни... Очень сложно вычислить. Но сотни миллионов человек умирают каждый год, скажем так. То есть процент тех, кто принимают выбор сократить свою жизнь, их очень маленькие относительно общего количества умерших. Все остальные хотят жить, особенно человек в молодом возрасте. В молодом возрасте большинство не ценят время, но есть, которые ценят. Но когда человек уже, не дай бог, заболевает, вот я видел очень много людей, которые предпринимали невероятные усилия, все, что угодно, чтобы продлить свою жизнь. Так, задает вопрос риторический Раф Зелик Плистин. Он говорит, а кто хочет сократить свою жизнь? И отвечает на него сам же. Все хотят жить долго. Но, тем не менее, люди расходуют драгоценное время своей жизни, драгоценное, так он и пишет, время своей жизни, на пустую болтовню. Час в день, растраченный зря, это более 350 бесплотных часов в год. Давайте переведем это на дни. Если каждый день, это возьмем 12 часов, 350 часов, это 30 дней. То есть, месяц в году, если человек по часу в день, в пустую болтает, то он месяц в году тратит на пустую болтовню. Месяц из 12. Ни одна потеря не страшна так, как потеря времени, гласит поговорка. Потерянные деньги можно найти и возместить. Время пропадает навсегда. Тот, кто хранит свою речь от лошона раз, ведет время, проведенное в никчемном разговоре, к минимуму и освободит время, необходимое для изучения Торы и совершения достойных поступков. Вот получается, что, смотрите, есть известная история, когда один пришел с какой-то вечеринки, его спрашивают, второй говорит, ну, о чем разговаривали? Он ему говорит, тебе со сплетнями или без сплетен? Он говорит, нет, ну зачем мне сплетни слушать? О чем говорили? Он говорит, молчали, ни о чем. Если без сплетен и если без обсуждений друг друга, говорит, вообще ни о чем не говорили на этой вечеринке. Молчали. Вот. Теперь, значит, человек, который понимает, что ему сплетни не нужны, что ему не нужно никого обсуждать, что у каждого своя жизнь, и ты не можешь на нее повлиять, даже если ты попытаешься, сильно захочешь, то это сложно. А просто обсуждать кого-то, это пустую потраченное время. И как только человек это понимает, он начинает концентрировать свое время и внимание на себе, на своей жизни. Тогда возникает другой вопрос. Если я не обсуждаю других и не сплетничаю других, то что я должен делать для себя? И как мне строить взаимоотношения с другими людьми? Тут вопрос. То есть у человека есть в жизни две функции. Есть функция брать. То есть каждый из нас хочет получать от жизни все. Знаешь, возьми от жизни все. Хочу и буду. То есть человек действительно, он приходит в этот мир. И Тора нам говорит, что человек должен рассматривать этот весь мир как мир, который создан для меня. То есть вот каждый человек уникальный, он приходит в этот мир и говорит, весь этот мир для меня. Всевышний его создал для меня. И человек должен в этом мире получить за свою жизнь максимум, даже есть такая, я не помню точно, как об этом говорится в Торе, но что человека спрашивает, а почему ты прошел жизненный путь и не попробовал там то, что Всевышний для тебя приготовил, не реализовал свой потенциал, не реализовал свои возможности, не попробовал все эти удивительные вещи, которые Всевышний для тебя сделал. Конечно, кошерные, но тем не менее, есть сколько фруктов, сколько овощей разных, которые Всевышний сделал. И говорят, что человека спрашивают, а что ты все это не попробовал? Тебе Бог это дал, а ты не попробовал. Теперь, значит, дальше. Это одна позиция. Брать. То есть человек должен взять от жизни максимум того, чтобы реализовать своего потенциала. Хорошо. Теперь вторая позиция. Человек должен дать людям и миру, то есть Всевышний дающий, мы должны уподобляться Всевышнему, мы должны давать людям, то есть уподобляясь Всевышнему, мы должны давать. Правильно? Тоже правильно. Теперь Пертьявод задает вопрос, задает вопрос Раби Уда Анаси. Он задает вопрос такой. Какой путь прямой? Вот золотая середина. Тора всегда ищет золотую середину. Без крайностей. Какой путь прямой, что выберет человек? Задает вопрос Раби Уда Анаси. Это был один из величайших мудрецов за всю историю. И сам же на него отвечает. Он говорит так. Кольше и Тиферет Леосея. Такой путь, который в первую очередь великолепен для того, кто его делает. То есть сначала подумай о себе, говорит Раби Уда Анаси. Подумай, что для тебя лично будет великолепно и ощущение великолепности. А потом Кольше Тиферет Леосея. Ветиферет Леомена Адам. И великолепен со стороны людей вокруг. То, что приносит большую пользу людям. То есть это золотая середина. Совместить у себя внутри путь берущего, тот, кто получает максимум пользы и удовольствия для себя, и дающего тот, кто дает миру максимум пользы. Это золотая середина. Теперь я сейчас вспоминаю тоже такую интересную вещь. Когда инструкция в самолете, когда летит самолет, и говорят, что если вдруг самолет начнет падать, то даже если это мать с ребенком или там отец с ребенком, то вы должны в первую очередь надеть маску на себя, а потом на ребенка. Потому что если вы оденете на ребенка, а на себя не оденете, то дальше ребенок не будет знать, что делать, потому что вас не будет. То есть в первую очередь человек должен заботиться и подумать о себе. Вот. Это то, что как раз глубже помогает нам понять, что человек, который перестает обсуждать других людей, перестает тратить время на сплетни, на обсуждение, выяснение поведения других людей, и перестает этим образом говорить лошонара, в этот момент у него появляется много свободного времени, которое он может посвятить себе, что имеется в виду, развитию себя, даже удовольствием для себя, да. У него свободное время. Так займи с собой, хочешь там чай попей, хочешь, я не знаю, ну у каждого есть то, что он любит. Зачем тебе обсуждать других людей? Хорошо. Значит, и теперь мы переходим вот как раз на этой вот точке, очень хорошо перейти на заповедь опять почитания родителей, которую мы начали. Это очень сложная и важная заповедь, потому что, поэтому Всевышний ее и разместил на скрижалях. В 10 заповедей он дал заповедь почитать отца и мат свою, и потому что это реально сложно, иначе бы Всевышний нам такое задание не давал. Теперь сложно и важно. То есть там, где важно, там оно, знаете как, вот такие большие какие-то достижения, какие-то большие свершения, прожитая жизнь на 100%, да, она требует, это важно, и она требует усилий, и это не дается просто так всем, да. То есть хочешь, там где легко, это как катиться с горки, да. Значит, заповедь почитания родителей очень важная. И здесь по-простому понятно, почитай родителей, давай им кушать, не перебивай, ухаживай за ними там и так далее. Но, но, в ситуации, в которой, да, здоровье, долголетие, радость нашим родителям, амэнь, да мир партнер, вот благословляет всех наших родителей, пусть все будут здоровы, счастливы, благополучны. Теперь, но возникает частость, иногда, я не знаю часто или иногда, но иногда точно возникает ситуация, при которой родители, которых нужно почитать, они создают те условия для своих детей, когда это делать очень сложно. Бывает, что родители религиозные, такие они добрые и добрые, внимательные и так далее. Дай Бог, слава Богу, то есть это тем людям, у кого есть такие отношения с родителями, очень невероятно повезло. Они получают от этого огромную пользу, силу, поддержку. Да, Раиса Васильевна, здравствуйте, моя теща меня слушает. И те, у кого есть вот такие родители, которые, которые дают детям вот такую стопроцентную поддержку, уверенность и так далее, тем детям повезло. У меня есть один знакомый, хороший, у него вот как раз были такие отношения с родителями, прямо вообще он, и когда они ушли, они ушли очень рано, молодыми, да, причем и папа, и мама у него умерли, то он так страдал, у него дикая вот началась там и депрессия, и все, то есть он реально у него это, ну как бы он потерял в жизни огромную часть, фундамент, можно сказать, он потерял, представляете? А есть, например, у меня тоже знакомые, которые, у них вообще нет родителей, и они очень сильные люди, которые просто реально без этого всю жизнь жили, и выстроили, ну невероятно мощный фундамент без поддержки вообще, то есть у них не было никакой поддержки. Вот здесь, сегодня я подготовил две статьи, две статьи, они вы сможете потом прочитать к описанию к уроку, значит, первая статья, она называется «Авторитарные родители», и к этой статье есть подборка внизу, вопросы, внизу, вверху, есть подборка, где люди задают вопросы раввинам, очень описывают детально свои ситуации, когда у них не складываются отношения с родителями, с тещами, со сверхкровями, очень не складываются, то есть религиозный человек приходит в религию, ему сразу сообщают, у тебя есть заповедь, почитают родителей, он пытается эту заповедь выполнять, но родители, есть люди пишут, уничтожают, там вообще угнетают, критикуют, оскорбляют, и так далее, и люди очень от этого переживают, а как, как можно эту заповедь выполнять, спрашивают они. Итог, смотрите, вот здесь в этой статье есть итог, что если отношения с родителями плохие, то это как делать заповедь за счет кражи, то есть, например, есть заповедь давать сдаку, человек думает, я хочу дать сдаку, это большая заповедь, но у меня нет денег, значит, что я должен сделать, я украду, и он берет, крадет и дает сдаку, сдака, нет сдака, украл, за это есть наказание. То же самое, когда человек пытается почитать родителей, но это происходит через скандалы, через конфликты, он срывается, они срываются, то в таких случаях, если действительно это очень сложная ситуация, то советуют Равин, конкретно это Раваш Аркушнир, первым он советует не жить вместе с родителями, еще лучше, несмотря на все материальные и эмоциональные трудности, уехать в другой город, то есть, если есть с родителями конфликты, то вред от этих конфликтов намного больше, чем польза от того, что ты с ними находишься. В ситуации, когда дети пережили избиение и постоянное оскорбление, желательно пройти психотерапию компетентного религиозного психолога, чтобы освободиться от этой внутренней раны и проблемы. Три, с родителями поддерживать редкую и короткую телефонную связь, то есть, чтобы конфликтов не было, главное, чтобы не было конфликтов, то есть, нельзя выполнить сдаку, заповедь, украв, нельзя выполнять заповедь почитания родителей, при этом нарушая ее из-за того, что в эмоциональном состоянии человек теряет над собой контроль и он не может себя контролировать. Четыре, не вступать ни в какую конфронтацию, не реагировать ни на какие угрозы, душевное вымогательство и манипуляцию чувствами. И после всего не забывать, что если родителям действительно понадобится помощь, то ее надо будет оказать. Это как раз то, что итог вот этой статьи. Но я вам советую рассмотреть вопросы, если у вас есть свой личный вопрос, задать его, но там разбираются детально разные ситуации. И тут же я хотел, чтобы мы сегодня заглянули с другой стороны. Одна женщина задает вопрос, есть ли у родителей заповедь почитать детей, уважать детей, почитать детей. То есть у детей точно есть. Прямо Бог написал на скрижалях, почитай отца и мать свою. А родители должны или не должны? То есть мы с вами здесь, многие из нас родители, у меня трое детей, например. И вот здесь будет очень интересный вопрос. Почему? Потому что родитель, который создает условия, при которых ребенок его не почитает, он получается подставляет своего ребенка очень сильно. Потому что за заповедь почитания родителей есть награда долголетия. и родитель, который создает обстановку, что у них с ребенком конфликты. А тут надо понимать, что в любом конфликте есть ответственность с двух сторон. То есть если родители и дети, у них есть проблема, то это проблема обоих в поведении и так далее. Значит, отвечает Равин Ревен Куклин. Он пишет так. Родители также обязаны уважать своих детей. Хотя в Торе не сказано, почитай сына своего, а написано, почитай отца и мать своих. Однако, несомненно, по Торе человек обязан уважать своих детей. И откуда мы это знаем? Потому что по Торе самая главная заповедь, самая главная заповедь, это уважать другого человека. Бережное отношение к любому человеку является основой всего иудаизма. В Талмуде рассказывается, что был один нееврей, который спросил у Елеля. Елеля это был самый большой учитель, один из самых вот больших во времена храма. И он ему пришел и говорит, слушай, у меня времени особо нету, ты можешь меня научить всей Торе, пока я стою на одной ноге? На что Елеля ответил ему, могу. То, что тебе ненавистно, не делай своему ближнему. Это основа всей Торы. Все остальное детали. То есть, основа это, в принципе, уважение к человеку. Основа это уважение и не делать другому зло, не делать другому боль, не приноси другому боль. И еще одна в Талмуде приводится история, когда Раби Леезер, уже он был при смерти, Раби Леезер, он был один из самых великих мудрецов за всю историю. Вокруг него собрались ученики и говорят, вот учитель наш, ты уже перед смертью и обучи нас путям, идя по которым мы удостоимся грядущего мира. Что он ему ответил? Он им ответил так, относитесь к своим товарищам с большим уважением, сказал он им. То есть, главное это человеческие отношения, уважение, почитание. И отсюда мы учим, что если ты должен к каждому человеку относиться с уважением, то к своему ребенку тем более, или без тем более, просто ты должен уважать своего ребенка тоже. Теперь, дальше, я пропускаю чуть-чуть, прочитайте, родителям запрещено обижать или унижать детей. Это считается большим грехом, как говорят мудрецы в трактате Баба Мецея, и тут приводятся доказательства истории, из Талмуда и так далее. И, то есть, нельзя человека, в принципе, делать ему больно словами. То, что мы изучаем все время, береги свою речь. То есть, мы как раз изучаем все законы, как нельзя никакого человека обидеть, унизить и сделать ему плохо речью. Так, а почему детей можно? Детей точно нельзя. Это же, это самые близкие люди. Ты должен, наоборот, в них вкладывать добро, любовь, поддерживать их. То есть, если ты их не поддержишь, кто же их поддержит? Теперь, значит, если отец и мать хотят помочь своим детям обрести такое важное качество, как уважение к родителям, они должны прежде всего сами уважать своих детей. Ведь сказали мудрецы, так написано в Кертьевод, кто уважаемый, там написано миа-михубат, а михабет это бриет. То есть, уважаемый это тот, кто уважает других людей. То есть, невозможно добиваться уважения от детей, при этом их оскорбляя. Невозможно быть человеком, который хочет, чтобы тебе относились с уважением, если ты сам его там оскорбляешь и так далее. Поэтому, поэтому здесь это обоюдный такой вот момент. Но, теперь опять вернемся к предыдущей теме авторитарной родители. Если родители при этом, они не признают эти законы, не признают Тору, они детей оскорбляют, унижают, угнетают и так далее. А ребенок, который хочет почитать своих родителей, он понимает, что он не сдерживается, не выдерживает и это вызывает конфликты, то мы возвращаемся к советам, что надо уважать и почитать родителей издалека. То есть, не попадая в ситуацию, когда ты эмоционально можешь сорваться, кричать, оскорблять и так далее. То есть, это хуже этого нет. Все, дорогие друзья, мы вот эти все вещи поняли. И еще раз тогда вернемся, еще раз вернемся к ситуации, когда, когда я читал одно письмо, вот у вас будет ссылочка на это письмо, если вы зайдете, прочитаете статью к моему уроку, пишет один парень, он пишет, за что мне, Равин он задает вопрос, за что мне это наказание и за что мне такое испытание, что вот мне Всевышний послал таких родителей, да, которые меня угнетают. А Равин ему отвечает, смотри, говорит, каждому Всевышний дает какие-то испытания, мы пришли в этот мир, нет человека, у которого все было бы легко, но нету таких людей. Вот в принципе, я читал, например, я читал, например, буквально недавно, ну, не помню, какой-то я читал кусочек про какого-то очень известного человека, и это такой человек, который просто там, ну, один из самых известных влиятельных людей. И описывается ситуация в его семье, там, три раза женат, кто-то из детей умер от наркотиков, один с ним не общается, там, и так далее, и так далее. То есть, видно, что он успешный в одном, но у него, например, полностью разрушенная семейная жизнь, причем, ну, со всеми женами судится, дети, там, такие конфликты, что просто ужас. Поэтому за все нужно платить. У кого-то прекрасные отношения с родителями, но они рано уходят. У кого-то плохие отношения с родителями, но зато, дай бог им здоровья, долго живут, и так далее. У третьего, у третьего хорошо в семье, у меня есть один знакомый, я просто ему завидую, он с женой каждый день, по часу, по два разговаривает, у него ближе друга нет. Но у него нету денег, вообще, вот у него все, за что он берется, у него не ладится. Но такого семейного счастья я не видел ни у кого. То есть, у каждого из нас в этом мире своя, своя, как Хавелана, говорите, ну, свой набор трудностей, удовольствий, свой набор испытаний, свой уровень игры. Я даже читал, что душа перед тем, как зайти в этот мир, она выбирает себе уровень игры, да, уровень сложностей. Есть души такие, ну-ка, дай мне сложности, давай я сейчас пройду, заработаю себе такую вечную жизнь, что просто буду там лучше. Да, у каждого свое дело. Другая душа, вот я, например, я в каждой молитве прошу у Всевышнего, не давай мне испытаний. Вообще не давай. Я не хочу, я слабый, мне не нужны испытания. Я хочу спокойненько пройти свой жизненный путь без каких-то супер успехов, но и без испытаний. Я не готов, то есть, я реально, я себя знаю, я к испытаниям не готов. Все, я прошу Всевышнего, Всевышний знает, что Искак Ментусевич к испытаниям не готов вообще, не к этим. Все, удачи, успехов. Всем я желаю, чтобы мы получали, получали в жизни много хорошего, как мы желаем. Уже, кстати, можно благословлять перед Дроша Шана, есть благословение, чтобы был год хороший и сладкий. И спрашивают, а зачем хороший и сладкий? Пожелают, чтобы был год хороший. Так объясняют, что иногда добро приходит очень болезненным путем. То есть, иногда добро приходит через кровь, пот, страдания, там, испытания. Так мы желаем друг другу, чтобы год был хороший и сладкий, чтобы было, добро приходило, но сладким путем. Все, чтобы было всех год хорошей и сладкой. Удачи, успехов.